Орландочка, драгоценная. Были мы в даунтауне. Хороший город, красивый город. Уютный, но только очень неприютный. Тебе трафик не понравился? Да, мне не понравился трафик. Трафик. Очень не понравился трафик. Трафик был просто трафик. От слова трафический. Трафик. Только мы в трафике стояли. Ну и хочешь ли ты сейчас в кругосветное путешествие? В кругосветное путешествие, начиная с Коста-Рики. Да, нам Люда показала. Да, мы путешествуем не сами. Путешествуют за нас, наши любимые бокеры. Да, про мать и всех бокеров Люда. Люда, Флорида, Ялта взяла нас в путешествие в Коста-Рику. Теперь мы туда больше не хотим. Нет, никак. У нас там Джонни был. Он планировал там провести свои пенсионные годы. Ну вот. Посмотрели мы на Сен-Хосе. Ну, это столица Коста-Рики. Возможно, там есть и другие города. Ощущение, что там только тропические леса и пляжи с чёрным песком. Но мы этого не видели. Мы ничего не видели. У меня туда не видели. Очень бедные кварталы. Мы вместе с Людой побывали в отелях Лондона, в отелях Парижа. Ещё где-то в Таланте были недолго. Но не совсем время на его окраине. Вот. Посетили многие порты. Погуляли по городам старинным. Испании. Испании. Очень красиво. Посмотрели на хамон. Посмотрели на моду. А, кстати, мне очень понравилась там девочка, которая пела. Да, очень понравилась. На улице поёт. Хотелось бы её послушать подольше и как бы посмотреть. Но музыка в Ютубе не разрешается. Да, нельзя. Нельзя. А, мой круиз вот такой по хайвеям по кругу Орландов. Нет, ну на корабль меня теперь не загонишь. На корабль нет. Потому что там ещё и вот на Трансатлантическом переплыве очень сильная качка. Когда на море качка. Это ж как там у них бассейны выплёскиваются с берегов. И люди ещё умудряются в них купаться. А я думала, да, если ты в бассейне, то тебе будет не так. Смягчатся, полный. Ну если так... В это время они не купаются, когда в такой бёздке. Ну да, опасно. Можно челюстью, а в кортик. А Люда такая, она девушка солёная, морская. Росла в Ялте на берегу. Вся искупанная каждое утро. В чёрном море. И что? И то качка её затронула. Но не сильно. Нет, она здоровая. Её качка не затронула. Её страх перед качкой строгает. Страх перед качкой тоже, это страшно. Она лекарства приобрела, всё. Да. Ну вот я не знаю, может мы с тобой бы не смогли справиться. Такие длительные, конечно, переплыли. Это 8 дней, да, получается? Она говорила 21 дней. Трансатлантический переплыв и сразу в Бермудский треугольник. Я представляю, это нужно иметь железные нервы, чтобы всё такое пережить. Ещё и Бермудский треугольник. А потом Нью-Йорк. А Нью-Йорк это вам тоже не шуточки, если трансфер в Нью-Йорке. Хорошо, что Люда показала. Спасибо. Очень хорошо. Мы увидели своими глазами, прочувствовали. Мы знаем все рестораны. Буфеты. Буфеты. Басина. Да. Кроме этого, мы даже знаем расположение палубы, где, чего, как. А интересно, где покурить утро? Утром в полшестого, да? Покурить утро в полшестого с кофейком. Это единственная радость, мне кажется, в этом грузе. Вот самое... Всё остальное Люда себе не может позволить. Это... Ничего смотреть, чтобы не искушать. Ничего пить, потому что она не пьёт. Не пьёт. А концерты... Ну, концерты, там музыка, это тоже... Ну, это же нельзя. В Ютубе. Вот, и, конечно, с такой режимом ограничения он... А может быть, Люда... Ну, что ты творишь, а? Идиот. Ты у нас на видео, ты знаешь, что мы тебя фотографируем? Вот, идиоты. Ну, да. Мечется, ну, бывает. Может быть, Люда и ходит на концерты, которые нам не показывает? Может быть, на танцы тоже. Там же интересная культурная программа. А некоторых девчонок смотрим на танцы. Марина ходит на танцы, да? Угу. Так она музыку подменит, которую можно в Ютубе. И танцуют они под эту музыку. А вот это какой классный метод? А музыка, которая играет, она её не включает и всё. Зато мы всё видим, и есть музыкальное сопровождение, какое-никакое, но понятно. Это такая идея вообще революционная. Марина. Ну вот, Марина не в круизе, а в круизе Люда. Это чтобы Люда тоже смекнула, как делать такую подмен музыке. Но видишь что? Это же другой жанр. Есть много обработки, которая как бы утомляет. Ну, хотя бы ускоренно включать нам не надо. Ускоренно включать это тренинг. И хочется включать, и не надо совсем. Лучше не включать. Ускоренно. И я уже пыталась замедлить. Ну, такие благодарные зрители, мы же и так и так пробуем, чтобы нам было что-то понятное. Не получается. Я так долго ждала её круизы, чтобы попутешествовать. Кстати, вот по весям Америке она путешествовала в своей машине. Да, это было великолепно. Ну, видишь, это ты ограничен в свободе. А история с лифтом. Я бы не выдержала. У меня была бы в лифте истерика. Я бы билась головой об стены, эти зеркала бы я, наверное, все расколотила. Ну, когда ты такой крепкий, то тебе и это не компенсирует круиз. Потому что, конечно, то, что случилось в лифте, это такая трагедия, которую за один 15-минутный массажик не искупишь. Да? Да, и людям он не понравился. Ну, тем более, зачем? И предложили ежедневные, но за отдельную плату. Ну, да. То есть это была как бы рекламная акция. Вместо извинения, да, пардон, оно такое получилось, рекламная. Кстати, что здесь строит-то? Что-то с лифтами. Что-то с дальней с лифтом. Это первое, что возводится шахтой. А потом, видишь, уже из палочек делаются первый этаж. Так что круиз далекий мы, наверное, нет. Нет, просто очень, знаешь, там сложены вот эти стыковки. Мы же, помнишь, отвечали, как это называется, женщина такая, которая во всём видит зло. Мариан, да? Да. Я помню, я ей писала, что это образ жизни для людей, которые вышли на пенсию и любят приключения. Такой образ жизни позволяет экономить очень много денег на том, что экономить и путешествовать одновременно. То есть нужно, конечно, иметь определённый достаток, чтобы позволить себе такой отдых, можно сказать, активный. Но выбирают такой отдых пенсионеры, и они делают правильные стыковки или остаётся на одном и том же корабле, и на нём путешествуют туда-сюда, туда-сюда. Вот. Я бы, например, трансатлантический выбрала корабль. Из Нью-Йорка в Рим, из Рима в Нью-Йорк. Ну вот сейчас посмотрела, как люди, какого-то. Ну да, а у неё очень странные стыковки, потому что нужно из аэропорта в аэропорт, из порта в порт. Это тяжёлая, это тяжёлая работа, да, с гостиницей, тем более в гостиницу ещё останавливаться. Там большие деньги тоже тратятся. То есть стыковки не совсем продуманы. Я бы, наверное, лучше... Ну она хорошо петрит в этом во всём. Агента какого-нибудь наняла, чтобы вот эти стыковки подобрал мне. Ну и такие сервисы тоже существуют, но, видимо, это будет стоить тоже что-то. Она хотела сама попробовать, но мы видим, что человек очень устал. Нет, она говорит, я не устала. Даже, может быть... Ну, устал. Она должна так говорить, она просто обязана говорить. Потому что, скажи, устал, и ты устанешь, и дальше двигаться не сможешь. Вот она так говорит специально, чтобы держаться на полу. А, ну, не все куда поехали. По попкам не поехали. Ну, а вот ещё дальше. У нас дорога ещё откуда-нибудь. Я вижу, тут первый раз по этой дороге после ремонта. Смотрю, видишь, какие линии светящиеся. И они ещё, как сказать, непрерывные тут, чтобы не виляли. Да. И хорошо они светятся, но очень приятно ехать. Они прямо горят, тебе дорогу газуют. Вот, а здесь уже вешая, может, там всё погасло. Ну, это самая красивая дорога на запад. Вот, когда мы видим здесь такие красивые западные стены. Так что круиз мы прошли. Нет, ещё не прошли, но мне как-то хотелось учиться. Ну, по возвращению. Ну, в Нью-Йорке, я не знаю, захочется возвращаться. А Аляска интересная была, да? Да, Аляска была очень интересная. Аляска была интересная.